Победителем конкурса воспитателей признана Дарья Алексеевна Куликова, город Заречный Курс. То, что их любимая Дарья Алексеевна победитель конкурса в рамках проекта «Школа Росатома», для малышей из детского сада номер 17 не так уж и важно. Для них главное, что каждый день их ждет добрая и улыбчивая воспитательница, с которой всегда весело и интересно. Она разрешает нам делать детки. Она нас научила спокойно играть. А что она с вами играет? В догонялки. Играть с маленькими ребятишками Дарье Куликовой нравилось с детства, поэтому и решила стать воспитателем. И за 7 лет работы ни разу не пожалела о сделанном выборе, с каждым днем все больше и больше влюбляясь в свою профессию. За то, что каждый день играю с детьми, каждый день с ней уваживаюсь. Умение играть с детьми очень пригодилось Дарье Алексеевне в профессиональном состязании с педагогами из городов присутствия Госкорпорации «Росатом». Она представляла Заречный в конкурсе педагогов дошкольного образования в рамках проекта «Школа «Росатома». Когда мы увидели тему в этом году конкурса, это проектирование и реализация образовательных событий, которые продерживают игровую деятельность детей. Нас эта тема очень заинтересовала, поскольку очень близка нам. В этом году мы рассмотрели эту тему с точки зрения промышленного туризма. Что такое промышленный туризм? Это экскурсии на производство, на предприятие, где дети могут знакомиться с профессиями людей. Не только посмотреть, но и что-то сами руками поделать. Эта идея заняться промышленным туризмом, она как нельзя лучше вплетается в идею поддержки игровой деятельности детей. Дети, когда видят, как работают взрослые, как трудятся, они все это переносят в свою игру. И их игра становится более насыщенной. Для Дарьи Куликовой участие в проекте «Школа «Росатома» стала творческим поиском новых форм и методов работы. А конкурсная программа подарила возможность обменяться опытом с коллегами из других городов атомной отрасли. Было сложно, но очень интересно. Практически в течение трех дней велась круглосуточная работа. Постоянно приходилось думать, размышлять, придумывать что-то новое. Причем это происходило в такой естественной обстановке атмосферы. В основном работа в этом конкурсе велась в подгруппах. Нас делили на подгруппы и давали общие задания. И уже в процессе совместной работы мы подхватывали идеи друг друга и, соответственно, перенимали друг у друга опыт. И свою победу Дарья Алексеевна воспринимает как стимул для дальнейшего профессионального роста и развития. Будет возможность, я обязательно повторю этот опыт, потому что это было очень интересно. Впрочем, независимо от результатов каких бы то ни было профессиональных конкурсов, самую главную свою победу она уже одержала, завоевав сердца маленьких воспитанников. Она красивая и мы проводим с ней много занятий. Она добровольная, любит всех, не лгает. Никогда. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».